Вступайте в ряды Коммунистической партии РФ Обращайтесь по телефону 318-80-83 по рабочим дням с 10 до 17.00 Что такое советская власть? В чем заключается сущность этой новой власти, которой не хотят или не могут понять еще в большинстве стран? Сущность ее привлекающей к себе рабочих в каждой стране все больше и больше состоит в том, что прежде государством управляли так или иначе богатые или капиталисты, а теперь в первый раз управляют государством, при том в массовом числе как раз все классы, которых капитализм угнетал. Даже в самой демократической, даже в самой свободной республике, пока остается до спорта капитала, пока земля остается в частной собственности, государством всегда управляет небольшое имя средство, взятая на 90-х из капиталистов или из богатых. В первый раз в мире власть государства построена у нас, в России, каким образом? Как только рабочие, только трудящиеся крестьяне, исключая эксплуататоров, заставляют массовые организации, советы, и этим советом передается вся государственная власть. Вот почему, как не клевещут на Россию представители-буржуателям во всех странах, а везде в мире слово совет стало не только понятным, стало популярным, стало любимым для рабочих, для всех трудящихся. И вот почему советская власть, каковы бы ни были преследования сторонников коммунизма в разных странах, советская власть неминуема, неизвестно и в недалеком будущем победить во всем мире. Мы хорошо знаем, что у нас еще много недостатков в организации советской власти. Советская власть не чудесный талисман. Она не излечивает сразу от недостатков прошлого, от безграмотности, от некультурности, от наследия дикой войны, от наследия грабительского капитализма, но зато она дает возможность переходить к социализму, она дает возможность подняться тем, кого угнетали, и самим брать все больше и больше в свои руки все управление государством, все управление хозяйством, все управление производством. Советская власть есть путь к социализму, найденный властями трудящихся, и потому верный, и потому непобедимый. Обращение секретаря первичной организации КПРФ Гагаринская, доктора военных наук Денисова Геннадия Ивановича. Уважаемые жители муниципального образования Гагаринская, уважаемые товарищи, друзья, соседи, 21 января 1924 года ушел из жизни Владимир Ильич Ленин. Личность мирового масштаба, который во многом определил вектор развития всемирной истории 20 века. Его гений заключался в том, что он был не просто выдающийся теоретик, основоположник марсизма-ленинизма, идеолог и создатель третьего коммунистического интернационала, он был выдающийся практик, реализовавший свои идеи в общественной жизни. Для этого он создал российскую социал-демократическую рабочую партию большевиков, а затем и российскую коммунистическую партию большевиков. Он организатор и руководитель Октябрьской социалистической революции 1917 года в России, создатель первого в мировой истории социалистического государства, в основе которого им были положены идеи нравственности, справедливости, народовластия, мира и дружбы народов, неподкупности, свободного, всестороннего развития личности и жертвенности власти во имя счастливой жизни трудящегося большинства. Именно Владимир Ильич Ленин ввел понятие общественной собственности, подняв ее выше частной, которая по сути является основой всех несправедливостей на земле. Идеи государственного устройства, реализованные Владимир Ильичом Лениным, позволили в будущем не только победить гитлеровский фашизм и вывести СССР в разряд второй сверхдержавы, но и заставить страны капитала реализовывать социальные программы. Недаром ленинградцы предпочитали умереть в бою, либо умереть от холода и голода, но не сдать врагу город, носивший имя великого Ленина. С его именем они совершили беспримерный в истории подвиг, не просто выстояв в 900-дневной блокаде, работая, учась, совершая научные открытия, сочиняя гениальную музыку, стихи, прозу и многое-многое другое. К сожалению, через полвека идеологи капитализма, а по сути фашизма, не оставили своих человеконенавистнических и эксплуататорских планов, и, найдя предателей внутри нашей страны, совершили кровавую и разрушительную контрреволюцию. И теперь в блокаде оказался не только Ленинград, а вся Россия. Более того, продажная власть выступает в роли наместников, оккупантов, устроив геноцид русского народа и всего советского народа, всего трудящегося большинства. Именно поэтому были отменены народный контроль. ГОСТы, уничтожаются промышленность и сельское хозяйство, наука и образование, здравоохранение и культура, вооруженные силы и правоохранительная система, все институты государства. А страну наводнил тотальный фальсификат, от продуктов питания до лекарств. Сейчас олигархическая власть цинично и повсеместно наступает на права человека труда. Растет безработица, сокращаются зарплаты, вводятся новые налоги, растут тарифы и инфляция. Растут ряды граждан, удушаемых кредитами, ряды обманутых дольщиков, нищих и бездомных. И не случайно именно сейчас началась новая атака на символы и историю советской эпохи. Из-за пазухи вытаскиваются законы о десоветизации и десталинизации. В разных странах запрещаются коммунистические партии. И не случайно именно памятники Ленину стали символами сопротивления бандеровско-фашистскому перевороту на Украине. И как бы сегодня и завтра не старались пигмеи от политики осквернить и облить грязью его имя, им это не под силу. Сейчас для многих людей в России и во всем мире Ленин живее всех живых. А в нашей стране есть партия, у которой имя Ленина по-прежнему сила, знамя и оружие. Поэтому, если вы активны и вам дороги идеалы социальной справедливости, мира и дружбы народов, морально-нравственные ценности и свободное развитие личности, если вы за труд и народовластие, и если вы решили нам помогать или вступить в ряды Коммунистической партии Российской Федерации, обращайтесь по телефону 318-80-83 в рабочие дни с 9 до 17 часов дня. Повторяю, по телефону 318-80-83 в рабочие дни с 9 до 17 часов дня. Звоните, приходите, мы ждем вас! Ленинград Менее чем через месяц после нападения на СССР немецко-фашистские войска, неожиданно быстро для себя продвигаясь в направлении Ленинграда, остановились перед Лужским укрепленным районом. По замыслу фюрера, после захвата Ленинграда этот город, равно как и Москва, должен перестать существовать. В конце августа 1941 года наступление возобновилось. Германские войска прорвали оборонительный рубеж и блокировали город с суши. Разорваны все железнодорожные, речные и автомобильные коммуникации. Однако владеть северной столицей сходу не удалось. День и ночь около полумиллиона горожан создавали новые рубежи обороны. Противник был остановлен в 16 километрах от Зимнего дворца. 8 сентября кольцо вокруг Ленинграда сомкнулось. Из директивы фюрера «В этой войне мы не заинтересованы в сохранении хотя бы части населения. Ленинграду рассчитывать не на что. Он падет рано или поздно. Ему суждено погибнуть от голода». Характер боев изменился. Немецкие войска приступили к массированным артиллерийским обстрелам. На город сброшено несколько тысяч зажигательных бомб. Уничтожены основные склады с продовольствием, нехватку которого ленинградцы почувствовали очень скоро. В ноябре 1941 года начался настоящий голод. Размер продовольственного пайка постоянно снижался. Рабочие получали 250 граммов хлеба в сутки. Служащие, дети и старики по 125 граммов. Да и настоящим этот хлеб назвать было трудно. Он на 40 процентов состоял из солода, овса и шелухи, а позже и целлюлозы. Смертность от голода стала массовой. Похоронные службы ежедневно подбирали на улицах сотни трупов. Хуже всего приходилось детям. В записной книжке 12-летней Тане Савичевой 9 страничек. На 6 из них даты. 28 декабря 1941 года Женя умерла. Бабушка умерла 25 января 42-го. 17 марта Лёка умер. Дядя Вася умер 13 апреля. 10 мая дядя Лёша. Мама 15 мая. В Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня. За весь период блокады из города эвакуированы 1 миллион 300 тысяч человек. Большая часть вывезенных детей никогда не увидят своих родителей. Дорога жизни через замерзшую Ладогу – единственное средство сообщения с Большой землей. Но она не могла обеспечить Ленинград ни продовольствием, ни военным снаряжением. Только в 1942 году предпринято 5 попыток прорыва блокады. Все они оказались безуспешными. В январе 1943 года войскам Ленинградского и Волховского фронтов удалось пробить вдоль южного побережья Ладожского озера коридор шириной до 11 километров. За 17 суток по берегу были проложены железнодорожная и автомобильная дороги. Германское командование, осознав, что захватить Ленинград скорее всего не удастся, резко в 6 раз увеличило артиллерийский обстрел города. Но ленинградцы воспряли духом – жить хоть чуть-чуть, хоть немного стало легче. Пройдет еще целый год, когда после мощного наступления Красной Армии 27 января 1944-го через 872 дня блокада будет полностью снята. Все, кто уцелел, кто смог выжить, никогда не забудут страшную цену, заплаченную за то, чтобы их город, город-красавец, город-герой остался на карте Земли. В декабре 1955 года одна из улиц в кварталах новой застройки Московского района была названа улицей Типанова в память о герое Советского Союза Александре Федоровиче Типанове. 1924 года рождения уроженца села Устье Рязанской губернии. Во время Великой Отечественной войны в январе 1944 года во время наступательной операции войск Ленинградского фронта комсорг роты гвардии рядовой Типанов совершил героический подвиг, навеки обессмертивший его имя. Наступая из района Пулковских высот, гвардейская часть, в которой Типанов служил пулеметчиком, в упорных боях успешно прорвала оборонительную линию врага. 17 января 1944 года гвардейцы вышли к Лысой горе, расположенной к востоку от Красного села. Начался бой за высоту. Стрелки залегли перед дотом противника, откуда не умолкая бил крупнокалиберный пулемет. Пулеметчик Типанов вступил в огневой поединок с врагом, но вот умолк и пулемет Типанова. Кончились патроны. Тогда, прижимаясь к земле, 19-летний герой Александр Типанов пополз в сторону чернеющей амбразуры. Спасая жизнь товарищей, он стремительным рывком бросился к доту и закрыл амбразуру своим телом. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 февраля 1944 года Александру Федоровичу Типанову посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Гвардии рядовой Типанов был навечно зачислен в списке воинской части. На месте подвига героя в 1964 году установлена мемориальная доска плита. В 1964 году к этой улице присоединили новый участок. Улица Типанова стала проходить от Московского проспекта до Витебского проспекта. Она входит в многокилометровую центральную дуговую магистраль города. 19 декабря 2015 года коммунисты Первичной партийной организации Гагаринская Московского районного отделения КПРФ провели плановый пикет у дома 42 по проспекту Космонавтов, посвященной 136 годовщине со дня рождения генерализмуса Великой Победы Иосифа Виссарионовича Сталина. В пикете принял участие член антифашистского комитета города Владимир Соловейчик. Он на исторических примерах показал прозорливость Сталина, основанную на ленинском методе диалектического материализма, как в отношении гитлеровцев, возглавляемых Бандерой и Шухевичем, так и их нынешних последователей, которые развязали войну против трудящихся Новороссии. Они преследуют коммунистов, стремятся под флагом декоммунизации уничтожить любое упоминание о советском периоде украинской истории, реабилитируют фашистских пособников и палачей собственного народа. В пикете коммунисты Летов, Пехканан, Игнатьев, Агабалева, Горлов, Коновалова, Геннадий и Татьяна Денисовы, а также представители общественных организаций, жители блокадного Ленинграда, Гробовский, Дети войны, Пономарев, Иветта Павловна Иванова, Тихонова и заместитель председателя Совета ветеранов войны и труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 25 микрорайона Московского района Санкт-Петербурга, Зоя Георгиевна Чуднова, распространили среди прохожих 2500 экземпляров второго выпуска газеты «Орбита», посвященного 136-й годовщине со дня рождения генералиссимуса Великой Победы Иосифа Виссарионовича Сталина, и 2500 экземпляров без выпуска газеты «Правда», в котором представлено выступление председателя ЦК КПРФ, руководителя фракции КПРФ в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации Геннадия Андреевича Зюганова при обсуждении федерального бюджета на 2016 год, где он характеризует главный финансовый документ страны как бюджет деградации, обнищания и разрушения. Кроме этого, в ходе пикета был проведен очередной опрос граждан на тему, чем государственный деятель должен отличаться от обычных людей. Большинство опрошенных считают, что государственный деятель должен отличаться от обычных людей масштабностью мышления и умением ставить общественное выше личного. За это высказалось 61,5%. Привлекательной внешностью и ярким имиджем считает 16,6% человек. И только 3% думают, что руководитель государства должен быть обязательно богатым человеком. Каждому желающему в честь года 70-летия Великой Победы и 136-й годовщины со дня рождения Иосифа Виссарионовича Сталина дарился диск известного барда-патриота Александра Харчикова. Диск назывался Героем Донбасса. А в честь предстоящей 93-й годовщины образования СССР вручались флайеры «Я люблю СССР и я хочу в СССР». Наши агитаторы Традиционно в пикете демонстрировалось по телевизору обращение к жителям муниципального образования секретаря партийной организации Гагаринская Денисова Геннадия Ивановича. Наши агитаторы отметили небывалый положительный интерес к личности Сталина и высокую активность граждан. Они не только охотно подходили и брали партийную печатную продукцию и диски с флайерами у участников пикета, а также останавливались и смотрели видеоролики по телевизору, но также персонально просили именно газету про Сталина, «Орбиту», а некоторые даже читали о нем восторженные стихи. Приятно, что среди таковых было немало молодых людей в возрасте до 35 лет. Это был, наверное, самый эмоциональный пикет за весь 2015 год.